День независимости – главный праздник государственности. С размахом его отмечает вся страна. Мемориальный комплекс Курган-Славы – место главных торжеств. В эту святую дату рядом с ветеранами и новым поколением президент вместе со своей семьей. Возведение монумента стало поистине всенародным делом. Тысячи людей приносили сюда пригоршни земли, из которых и вырос 35-метровый курган – символ единства и памяти. Вино к нему возлагает Александр Лукашенко. После глава государства, обращаясь к собравшимся, акцентирует – этот ежегодный ритуал – самое малое, что мы можем сделать во имя тех, благодаря кому живем, создаем семьи, растим детей. Сегодня здесь, на месте судьбоносных сражений, мы вспоминаем все битвы, из которых сложилась Великая Победа. Вымпелами за мужество и стойкость годы Великой Отечественной войны, которые, вы видите, перед собой отмечены 27 населенных пунктов Беларуси. И это далеко не все известные нам адреса мужества. Мы продолжим эту работу по увековечению памяти о подвигах и героях Великой Отечественной войны. Пришло время молодежи принимать эстафету у старших поколений и поддерживать вечный огонь этой памяти, поддерживать ради мира на нашей земле. У мемориала много молодежи, в том числе участники совместного белорусско-российского проекта «Поезд памяти», среди которых и представители нашего города. После церемонии Александр Лукашенко общается с юными патриотами. Свой вопрос задает и Бобруйчанка. Добрый день, меня зовут Рак Каролина, я с Могилевской области, город Бобруйск. Какие достижения за годы независимости для вас считаются самыми яркими, которыми вы сами гордитесь? И как вы видите нашу страну в ближайшем будущем? Ну вот, ты видишь, подумала, задала самый главный вопрос в жизни любого президента. Все правильно. Все правильно для любого президента. Что бы ни происходило, сколько бы он ни ходил во власти, это вопрос номер один. Если кто-то будет из политики у тебя говорить о том, что он не думает об этом, это неправда. Самое главное, что мы сделали вместе, не только я, мы вместе сделали, мы впервые представили, впервые в истории построили суверенное и независимое государство. Такого никогда не было. Поэтому исторический момент. И я этим горжусь. Это самое главное. А все остальное, как я говорю, мы купим. Эпицентр праздника в Бобруйске – Площадь Победы. Здесь сотни людей, представители исполнительной власти и депутатский корпус, общественные и молодежные организации. В руках цветы и венки, как дань памяти героям, которые завоевали мир и независимость. Центр митинга-реквиема – танк Т-34, установленный на могиле генерал-майора Бориса Бахарова. Мы родились и трудимся в нашей независимой Беларуси. Мы понимаем цену жизни. Мы дорожим ценностями наших отцов, дедов и прадедов. Мы, белорусы, мирные люди. Сердечно поздравляю всех нас с нашим государственным праздником – Днем Независимости. В День Независимости на площади и молодежь. Талантливые, амбициозные. Они получили возможность реализовать свои планы в свободной и процветающей стране. Этим молодым людям писать новую историю. Уроки перед глазами. Главное – сохранить мир и чтобы место подвигу было только в учебе или на профессиональном поприще. Для меня День Независимости, как и для любого гражданина нашей страны, является главным праздником, так как это день, когда был освобожден город Минск от немецко-фашистских захватчиков. И окончательно наша страна одержала победу, освободилась и стала независимой и свободной. В этот день возлагают цветы к братским могилам у мемориала на Минской и территории крепости представители администрации районов города. Страна имеет право и обязана быть сильной, независимой. И мы должны сделать все, чтобы в современных условиях сохранить все то, что завоевали наши деды. Приумножить для того, чтобы передать это нашим детям. День Независимости в Бобруйске – это насыщенная и яркая программа. Например, представительниц прекрасного пола, которые любят управлять автомобилем, собрал конкурс «Автоледи». Десятый по счету. Каждая из участниц прошла отбор. Главные требования – возраст до 35, права категории «Б» и собственная машина. Первый этап – презентация. Одни посвящают поэмы своему железному коню, другие – поют песни, третий и вовсе устраивают целое костюмированное представление. Впервые конкурс «Мисс Автоледи» был приведен в Бобруйске четыре года назад. По всеобщему мнению бобручан и России, и города, а также участников, всем очень понравился. Дальше – экзамен на знания правил дорожного движения. Последнее и самое зрелищное – фигурное вождение. От габаритной змейки до разворота на ограниченном пространстве. За ходом испытания пристально следит жюри – сотрудники ГАИ, ДОСААФ и представители БРСМ. Один из самых непростых этапов – диагональная парковка. Участница должна заехать задним ходом на территорию 4 на 6 метров. Чем больше габариты машины, тем сложнее выполнить элемент. Учитывается и время прохождения. День независимости – праздник, во власти которого весь город. В парке культуры и отдыха звучат песни о любимой Синеокой. Но главная площадка – Бобруйск-арена. Здесь развлечение на любой вкус – как для детей, так и для взрослых. Концерт, выставки, игровые зоны, торговые ряды – организации постарались на слабо, чтобы никому не было скучно. Как у тебя праздник проходит сегодня? Здорово. Мороженое ела. И как мороженое? Вкусное. Я видела животных. Каких животных ты видела? Короликов, харьков, крыс, хомяков. А потрогать смогла? Да. И какие они? Приятные. Дорогих соотечественников, дорогих бобруйчан, поздравляю с праздником Днем независимости. Всем здоровья, благополучия, добра. Мирного неба, над головой счастья, чтобы наши дети видели самый главный мир. После праздничного концерта, уже ставший хорошей традицией, кинотеатр под открытым небом. На экране – военная драма «Летчик». Лента повествует о мужестве и стойкости солдата, чей самолет рухнул в густом лесу. Раненому бойцу предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, задача которых – найти его во что бы то ни стало. Кульминация праздничных торжеств – республиканская акция «Споем гимн вместе». Сотни горожан собираются, чтобы в унисон спеть известные каждому строки «Мы, белорусы, мирные люди». Этот проект стал хорошей традицией, которая объединяет всех жителей страны. «Священный долг каждого белоруса – хранить память о героизме народа в годы войны. Тогда понимание ценности суверенитета можно пронести через века. А День независимости – главная дата в календаре государства – символ стойкости и мужества. Праздник, который объединяет всю страну и доказывает – родину не предают». Карина Гуревич, Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.